У каждого из сидящих в зале высокотехнологичный гаджет. Это подростки-старшеклассники, им по 13-16 лет и фактически на их глазах мобильный телефон превратился в настоящий карманный компьютер. Теперь примерно за полторы недели начинающие изобретатели сами попытались изменить ход технического прогресса. Команда из Чевашии придумала устройство, которое будет добывать кислород из марсианской атмосферы на 95% состоящий из углекислого газа. Он работает так. Углекислый газ попадает в него, нормализуется давление. Дальше он идет и попадает в отсек с бактериями, которые вырабатывают кислород на основе фотосинтеза. Вместо солнечных лучей работают электрофиолетовые лампы. Сразу после защиты к нам уже подошли двое мужчин и сказали, что они хотят быть нашими наставниками и продвигать наш проект. А один начальник по 3D-моделированию, другой тоже с космосом связан. Около 500 школьников, которые приехали на фестиваль «Технофест» со всей страны, начинающие изобретатели, участники профильных олимпиад. Кто-то в одиночку, а кто-то в команде придумывали концепции и решали, как их воплотить. При том, что уже сейчас все они знают, что изобретательство – такое же ремесло, как и любое другое. Эксперты рассказывали им, как правильно оформлять патенты и пополняли арсенал приемов. Мозговой штурм, морфологический разбор. У нас проходили различные лекции по теории решения изобретательских задач. Эти лекции помогли не только решать задачи в технологиях, а также решать задачи в жизни. И мы даже уже это испробовали. Кристина со своим напарником придумала, как использовать беспилотный дрон, чтобы тушить пожары в магазинах и офисных зданиях на ранних стадиях, а также указывать путь к выходу персоналу и посетителям. Как и марсианский фильтр, этот проект вошел в число восьми лучших. В июне этого года их представят в Госдуме на Всероссийской конференции юных техников и изобретателей. Помимо парламентариев, с работами ребят познакомятся представители таких компаний, как Росатом и Роснано, а также преподаватели из ведущих технических университетов страны. Это мероприятие приурочено к Всероссийскому дню рационализатора и изобретателей, который мы хотим возобновить в праздновании этого, я считаю, всенародного праздника, потому что в советское время это фактически на каждом предприятии существовала система рационализаторства, изобретательства, поощрялась государством. И мы считаем, что такую систему нужно возрождать и в современной России. Начинающие изобретатели считают, что усовершенствовать можно все, что угодно. Скамейку можно оснастить козырьком, солнечными батареями и розеткой. На гитаре использовать лазер вместо струн, а лады сделать сенсорными. У нас в комнате живут три гитариста, им эта идея показалась очень интересной. Арсений и его команда намерены попробовать воплотить свой проект, сделав его коммерческим. Организаторы фестиваля пояснили, что основная задача – показать молодым людям возможности для саморазвития и дорогу, которую осилит только идущий.